Пожалуйста, Баху! Как мы помним, в Мишне написано, что Эзра привел с собой из Вавилона всех нечистых евреев, которые были нечистые, 10 категорий евреев, пришли чистые и нечистые, все, кто были, мамзерим, герим, освобожденные рабы и остальные всех он привел в Эрицраэль. Поэтому Шумуэль сказал, что Эрицраэль, Коля, Арцот и Са, все другие земляне, они как тесто, по сравнению с Эрицраэль в тесте есть много разных ингредиентов, но те, которые живут в Эрицраэль, в сравнении с другими людьми, населяющими другие страны, в Эрицраэль люди с более чистой, незапятнанной репутацией. Но сама Эрицраэль в отношении Вавилона, она как тесто, то есть в Вавилоне остались только чистые семьи с чистой родословной. Моран, что? Было несколько раз попыток этот статус поменять. Если мы посмотрим на эту табличку, он был потомком Хилеля Закен. Хилеля Закен, он пришел в Эрицраэль из Вавилона. Потом у него были вот эти потомки, Рабан Шимон, Рабан Шимон, Рабан Шимон, Рабан Шимон, Рабан Гамриэль и так далее. Раби Уда был их наследником. Хилеля Закен пришел, жил примерно столь лет до разрушения второго Бетта Микдаша. Его правнук был одним из всех десяти мучеников, которые замучили римляне. Как бы там ни было, во время Раби правнука Рабан Шимон, Рабан Шимон, Рабан Гамриэль, которые замучили, хотели поменять статус Эрицраэль. То есть сказать, что люди, которые живут в Эрицраэле, они чистые, а которые в Вавилоне, они не такие чистые, как в Эрицраэль. Но Раби говорит, вы как будто колете колючками мои глаза. Почему? Потому что Раби был откуда? Он был из Вавилона. Поэтому он хотел, чтобы там родословное считалось чистой, как объясняет Раши. Хотели постановить во время Раби Акадош, что давайте мы сделаем так, что те, кто в Израиле живут, они чистые, человек, когда женится, выходит замуж, не обязательно проверять. Не нужно проверять. Радословно. Но те, кто в Вавилоне, их надо проверять. Тогда Раби сказал, если вы мне не верите, так как я сам, как бы касаюсь, я сам родом из Вавилона. Хотя уже его прапрапрапрапрапрадедушка пришел в Эрицраэль, Рафанина бар Хамас сказал, который был рожден в Эрицраэль, он сказал Эрицраэль Исали Бавель. Эриц Исраэль, она в сравнении с Вавилоном, как тесто. Тесто с примесями, разными ингредиентами, в Вавилоне те, кто остались чистые. Даже приводит другой случай, что в Эрицраэль, то тоже во время Эрицраэль, хотели поменять статус Вавилона с Эрицраэль, сказать, что в Эрицраэль все чистые, в Вавилоне нужно проверять. Тогда он сказал своим ученикам, видимо он был очень старый и тяжело было ему ходить, он говорит, я пойду в Бедмидраш, я буду там давать урок. Я скажу две Аллахи, после второй Аллахи быстренько положите меня на носилки, носилки в руки и ноги в руки и убежали с Бедмидраша, чтобы вас не догнали. Пришел он туда и говорит так, Эн шкетал оф Минатора. Первый закон, который он сказал, первая Аллаха, что по закону Тора курицу не надо резать, шкетал нужно по хахами, по мудрецам. Все были в замечательстве в Бедмидраше, стали обсуждать этот закон, Рабид Минхас. Но как бы там ни было, Роман говорит, что нужно резать курицу так, как надо, как бы там ни было, мы сегодня режем, шкета должны резать, как и животных. Но Тора говорит, именно животных нужно зарезать. Вопрос с курицей был открыт. Потом, пока они это обсуждали, были в замечательстве от его Аллахи. Он в этот момент сказал вторую Аллаху, что Эльцраэль, в сравнении с Вавилоном, она как тесто. То есть, родословно, в Вавилоне там люди более чистые, чем в Эльцраэль. Положили его на насилки, забрали ученики и убежали. Пытались их догнать, не смогли догнать. Почему он хотел, чтобы его забрали и чтобы его не догнали? Чтобы потом его не стали расспрашивать. Ага, а что ты знаешь о семьях в Эльцраэль? Какие из этих семей они нечистые? Ну-ка рассказывай. Чтобы вот этого не было, он убежал. Но потом, что получилось, все-таки, они стали проверять, когда узнали, что в Эльцраэль семьи не совсем чистые. Стали проверять, и это стало даже опасно для жизни, потому что докопались до очень важных и очень грубых семей. Блиятели, но кроме того, Алимим, которые были грубые семьи тоже, так сказать, драчуны, дерзкие, бойкие семьи. Поэтому остановились, перестали дальше проверять. Дальше говорит, Раби Йоханан сказал, Раби Йоханан сказал, Раби Йоханан сказал, что нам делать, что у нас очень много важных семей уже смешаны с неправильными семьями. И поэтому говорит, то есть уже мы не можем это все очистить и объявить об этом, потому что есть очень важные и большие семьи, которые смешались с нечистыми семьями. Он говорит, уже семья, которая смешалась, загрязнилась, 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 когда придет Машия, они все будут очистены. Весь еврейский народ будет очищен, и они будут очищены. Но, говорит Мара, несмотря на это, были семьи, которые насильно, они были чистые. Семьи, которые были известными, там был человек, который был большой, он тоже был, как мы сказали, напористый. Была семья, которая была чистая, но он запретил эту семью. Была земля, которая была нечистая, им разрешил. Тех, которые он должен был приблизить, он отдалил. Тех, которые он должен был отдалить, они были нечистыми, он их приблизил. Такие семьи, которые были насильно смешаны или отдалены, или приближены, придет Ильяонови, он их статус раскроет. Другие, которые были смешаны неумышленно, будут очищены. Мамзирим и все остальные. Рабы и так далее. Но, те, которые были неправильно, было к ним отношение, их статус будет раскрыт теперь. Кабарит Мара объясняет, как нам вести себя, как найти... Он говорит так... Была семья еще с запятнутой репутацией, с неплохой, с плохой родословной. Что сказали мудрецы, они не раскрывали, что это за семья, они знали внутри себя. Но... Эти мудрецы все-таки раз в семь лет, по одному мнению, по другому мнению, в два раза в семь лет, каждые три с половиной года, они говорили своим ученикам и своим сыновьям, что эта семья, с ней связываться не надо. Оттуда жениться и оттуда замуж выдавать людей не надо, у них запятнутое родословное. Кабарит Мара, что? Кроме этого, говорит Мара, и то же самое мы скажем про святые имена Всевышнего, когда они раскрывали их раз в семь лет, но Мара говорит, что это все-таки больше подходит логично, что это было раз в семь лет. Написан посыл, который говорит так, Шем бен Барбал Фьот, имя Всевышнего Юткей Вавкей, мы все это имя знаем из четырех букв. Написан посыл, говорит интересно, Бог говорит так, Зешми Ле Олам, Везезихри Ле Дордор, это имя мое в веки, и это память или упоминание мое в веки веков. Теперь, что значит Зешми, это мое имя, Везезихри, а это как оно, можно сказать, произносится. Говорит Бог как бы, Локша Анинихта, Анинихра. Имя мое пишется одним способом, а произносится совсем по-другому. Сегодня дали мальчику, израильтянину, который ничего про Тору не знал, читателям, имя Бога сообщает так, как написано. Он не знает, что нужно написать одно Юткей Вавкей, а нужно произносить Алиф, Далет и Нун Ют, А, До и потом Най. Следует Говорит Гумара, Нехта, Ани Ба Ют, А, Нехта, Ани Ба Ют, А, И Некра, Ба Алев, Далет. Он говорит Гумара, имя пишется Юткей Вавкей, а произносится как алев, далет и Нун Ют. Поэтому, Говорит Гумара, Хахамим Мосрим, аут Туалитар медеем, пам, 1 в 7. Вот это имя, имя, как произносится, передавать своим ученикам 1 раз в 7 лет. Но Грегмара, за месяц мы Ле-Олам везде захрили Дор-Дор. Сразу написано, это мое имя в веке. То есть слово Ле-Олам написано без буквы ВАУ, как слово Ле-Алэм, нужно его скрыть. Грегмара, отсюда мы видим, что это имя Священного они раскрывали своим ученикам не каждые, не два раз в семь лет, а один раз в семь лет. Грегмара говорит только два раз, но Грегмара заключает, что скорее всего было один раз. Грегмара говорит, дальше Баришона шем бен ютбет отьет, хаю мустрим ото ле-холадам. Изначально имя Священного, состоящее из двенадцати букв, передавали всем, говорили всем, все его это имя знали. Но Грегмара потом, мишеробума парицим, хаю мустрим ото ле-цну им шебекуна, ва-цну им шебекуна, мав-илим ото бен имад ахе-хе-макуани. Грегмара, что потом, когда люди стали использовать это имя неправильно, не по назначению, не в чистоте, это имя только знали передавать скромным и достойным кухоним. А потом, когда говорили Беркат кухоним, эти кухоним, которые знали, они это имя произносили так, чтобы другие не поняли, как это имя звучит в то время, когда кухоним просто произносили имя Амонай, как сегодня кухоним произносят. Но имя это Всевышнение с 12 букв они произносили, чтобы было непонятно. Как говорит Раби Тарфон, однажды я пошел со своим дядей, с братом моей мамы на Беркат кухоним, и я послушал, что он действительно это имя произнес, пока другие кухоним говорили Амонай, он произнес это имя, чтобы было незаметно. Теперь. Раби Тарфон рассказывает интересную историю, что Зирий он был в Вавилоне. Потом он приезжает в Эрицраэль и занимается там Тарфон у Раби Ханана. Раби Ханан хочет выйти за него свою дочь замуж, но Зирий увиливает. Потом она не проходила, была там огромная лужа. Зирий берет, поднимает Раби Ханана себе на плечи и переносит через эту лужу. Раби Ханан, видимо сидя на нем, на его плечах говорит, Тара, Эрицраэль тебе нравится, но дочери нашей нет. То есть, как мы сказали, в Вавилоне была родословно чистая, он хотел девочку из Вавилона. В Израиле репутация все-таки была более запятнутая. И даже у Раби Ханана он не хотел его дочку брать. Давай, Раби Ханан. Три. Теперь. Как мы знаем, что Раби Ханан потерял своих десять сыновей, и когда он ходил на чай, это был Раби Ханан, то, видимо отсюда, что у него, видимо, была Лаха, по крайней мере одна дочка тоже. Он нес, написано, говорит, носил с собой косточку своего сына, или, по крайней мере, его молочный зуб, что когда люди слишком убивались от потери близких, он говорил, смотрите, у меня с десятьми сыновьями так случилось, так он их подбадривал и успокаивал. Дальше. Как мы сказали про имя Бога из двинадцати букв, есть, который говорит, что это имя Бога, Y, 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 Y. Вэ анав, вэ умэ бахатсияма, вэ эно коэс, вэ эно мишта кер, вэ эно маамид аль миддотав. Святое Имя Всевышненное состоящее из сорока двух букв. передают только человеку, который скромный, который ценуа. Скромный, она тоже скромный, да? Цануа, он ценуа, это имеется в виду, как в одежде скромно себя ведет. Она, он, скромный человек. Кроме этого, он прожил больше половины своих дней. То есть ему 35 лет и больше, если средняя жизнь 70 человек. Кроме этого, он должен быть человеком, который не злится, не гневится, который не пьянеет и который, если его обидели, он прощает, не стоит на своем, не держит обиду, doesn't hold grudge, да, не держит обиду по-русски, не держит обиду. Почему? Это святое имя хуже, чем ядерная бомба. Он напился или он разозлился, сказал его, был человек, нет человека. Поэтому таким людям, которые могли разозлиться или так далее, или были еще совсем молоды, это имя не передавали. И каждый человек, который это имя знал и был аккуратный в отношении этого имени, охранял его в чистоте, если произносил после окунания в Мику и так, как надо. Это человек, любимый на небесах и приятен на земле. И трепет перед ним, оказывается на созданиях Всевышнего. И он получает удостоверение двух миров, и этот мир, и будущий мир. И Раши говорит, шем бен штемесре у бен арбаимуштайм ло першум лан. Имя Всевышнего, которое состоит из 12 букв и из 42 букв, нам его не раскрыли. Но есть кто-то, комментатор, гумары, который говорит, на самом деле, Раши, конечно же, все эти святые имена знал. Было много мудцов, которые, да, занимались кабалой, но скрывали это, и могли делать чудеса, но эти чудеса не сделали. Гумара возвращается снова к родословной и говорит так. Семьи в Вавилоне, у них хазака, как сказать, хазака, у них категория, у них статус чистых. Кроме как, пойдут слухи, когда будут, скажут, что какая-то семья смешалась, поженилась, вышла замуж за тех, кого нельзя было. Так, человек хочет жениться из Вавилона, там статус чистых. Семьи в других землях, кроме Вавилона, за пределами Израиля, у них статус нечистых. Кроме как, если станет известно, что да, это семья, такая-то семья в таком-то государстве, она, да, чистая. Если известно, что семья чистая, она, у него статус чистый, если не чистый, статус нечистый. А если мы не знаем, если человек хочет жениться на девушке из Израиля и неизвестно статус его семьи, считается, что это семья пасуль. То есть, нужно проверить, перед тем, как взять девушку из этой семьи. Но если он уже женился, и потом проснулся, что нужно было проверить, уже мы говорим, что ты женился, у него был статус чистый, разводиться не надо. Дальше говорит Мара. Мара приводит статус нескольких стран. Какие там люди, чистые или нечистые. Они мамзарим, незаконнорожные или законнорожные. Говорят Мара, Бавель Брия, мы здесь посмотрим, нам нарисовал Иоши, раб Стефанского, помощник. Бавель здоровый, там все, там родословно чистое. Мишон Мита, Мишон, где у нас Мишон, здесь, здесь люди мертвые. Что значит мертвые? Там все мамзыры, там все нечистые. Где в Пакистане? В Мадай, Мадай, Мидия, там люди больные. То есть, что значит больные? А даже Мара говорит, что Элам, там люди гусесет. Элам гусесет. Они при смерти. Какая разница между больными и при смерти? Роб, холи, млехаи. Большинство больных выздоравливает. Поэтому там, как мы сказали, в Мидии, большинство людей чистые, но меньшинство нечистые. Но там, где гусесет, рог, гуссим, лимита. Большинство людей, которые при смерти, не дай бог, не про нас будет сказано, они умирают. Поэтому там большинство людей нечистые, но меньшинство чистые. Дальше говорит Мара. Мара спрашивает, окей, как же человеку определить, как Мара скажет историю, что Элам пришел в Пумбинзиту, в дом Равиуда, и увидел, что у него взрослый сын Равицкак, и он не женатый. Он говорит, почему ты его не женишь? Он говорит, я не знаю, с какой семьи мне взять невесту для моего сына. Он говорит, окей, смотри. Как нам узнать, откуда взять? Говорит Мара. Теперь, он говорит, а ты думаешь, что у тебя чистая родословная? Или у меня чистая родословная? Пасух, к сожалению, говорит, Пасух говорит, что женщин в Ционе насиловали девственниц в городах Иуды. То есть, когда разрушили Бет-Амикдаш, захватили Бет-Амикдаш, и Израиль, к сожалению, насиловали еврейских женщин и девушек. Поэтому мы не знаем. Кроме этого, Пасух другой говорит, Было время, когда евреи ели вместе, два разных человека, две семьи, муж иной, ели вместе. Потом, после того, как поели, задвигали кровати и меняли своими женами. И говорит Мара, загрязняли свою кровать чужим семенем. Он говорит, кто это знает? Кто знает, с какого мы происхождения? Поэтому, говорит, ты так слишком не мил. Он говорит, окей, а как мне определить? Как мне определить, вот эта семья как? Она чистая или нет? Там нормальные люди или нет? Говорит Мара. Посмотри на спокойствие этой семьи. Сколько они говорят, сколько они молчат. И как они ругаются. И если они ругаются. Говорит, вообще объясняет так. Люди, которые любят ругаться, скорее всего, у них нечистое родословное. Почему? Так как они с нечистое родословное. И люди держались от них подальше. У них была ненависть. Они были изолированы. И у них поэтому получилась ненависть. И они из-за этой ненависти постоянно ругаются, постоянно спорят. Дальше Гренуара. Поэтому, когда ты видишь, что два человека ругаются, или две семьи. Посмотри, который из них первый промолчит. Первый замолчит и первый успокоится. У него значит чистая родословная. Кроме этого, Гмара говорит, что если две семьи ругаются. Скорее всего, одна из этих семей недостойная. Поэтому, Бог делает так, чтобы они поругались. Чтобы их дети между собой не поженились. И заключает Гмара и говорит, что Мы сказали, сейчас мы закончим. Амин. Шмуэль что сказал? В Вавилоне все чистые. Вопрос, окей, докуда границы Вавилона? Чтобы мы знали, что там нужно выбирать. Или откуда выбирать или нет. То есть, Гмара приводит три мнения. Ура! Вавилон самая маленькая территория. Шмуэль чуть побольше. И Рабь Йоханан совсем большая. То есть, это здесь не видно. Вавилон что? Это две. Основная еврейская жизнь была в Вавилоне. Между вот этими двумя великими реками. Тигр и Ефрак. Тайтус и Ефратус. Тигр и Ефратус. А? Тигр и Ефратус. Тигр и Ефратус. Там были. Здесь каждый из них показывает. Гмара определяет. Где на севере, где на юге, где на востоке, где на западе. Окончивался Вавилон. Для чего? Для того, чтобы знать. Что если из этих городов ты знал. Там родословные проверять. Не надо. Если в этих границах. А если за этими границами, то тогда нужно будет проверять сам родословную перед тем, как на каком-то жениться или за кого-то выйти замуж. Тогда продолжим на следующем листе. Баруфа доуна ла улам. Аминь. 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 Аминь.